итак друзья всем привет привет всем кто уже меня смотрит и кто еще на меня не подписался советую подписаться и поставить лайкосик авансом спасибо а в этом видео ребята я вам расскажу и покажу еще будет много чего интересно будет замер компрессии замер компрессии в бензопиле ребят это бензопила купленная магазине leroy merlin в сетях leroy merlin за 5600 рублей это бензопила называется стервинс стервинс открываем купленная на сегодня сегодня хочется уже запустить проверить слышать звук мотора вот что мы видим в комплекте в принципе коробка вот такая у нас смотрите давайте начнем обзор из коробки вот такая у нас коробка здесь вот все показания 2 и 5 киловатт тут 123 децибел шум но это вам ничего абсолютно не надо вот вес 6 8 килограмм вот такая вот коробочка ну давайте перейдем ближе к делу что еще кстати на коробке есть вот такая наклейка тут я вот правда не знаю в магазине пытался сверить никаких номеров на пиле нету кроме даты изготовления и какого-то своего номера сейчас вы это все увидите открываем коробку что мы видим в коробке комплектация цепь чайн это цепь открываем давайте все будем открывать побыстрее все будем смотреть да чтобы как говорится видео было максимально эффективно и и максимально полезно и коробочка в принципе нормальная так чего надеть цепь открываем цепь цепочка здесь вот такая вот в принципе давайте ребята возьмем напильничек и попробуем эту цепь будет ли она браться напильничком и как легко она будет браться напильничком стачиваться давайте попробуем ради интереса как она будет стачиваться просто даже будем брать вот эти вот каленые части попробуем ну знаете знаете вообще даже вот одно движение вот чисто вот просто тупо одно движение вот и уже знаете еще еще пойдет еще пойдет но не скажу что в цепь прям наверно суперская посмотрим сколько она проходит не сказать что прям срез такая еще пойдет ну пойдет вот прям так и можно выразиться пойдет все убираем цепь дальше что у нас идет у нас идет шина шина у нас вот такая вот стервис подшипник подшипник смазанный в принципе уже хорошо но можно еще его можно подсмазать специально взял вот такой смазочки цепной просто есть мотоцикл еще мажу как бы мотоцикл давайте и смажем от смазали и совсем по-другому вращается смотрите смазали и вращение совсем вообще другое все очень легко все равно подшипник необходимо вот этот вот смазать прям хорошенько его пролить либо маслицем я наверное его окунул в маслица вот и прокручу вот этот вот подшипник вот эту звездочку так как она новая новый подшипник всегда нужно хорошенько смазать так все убираем убираем чехольчик есть уже хорошо дальше что у нас здесь емкость для это тара пропорции 1 к 40 мешать бензин уже хорошо дальше сама бензопила ребята так давайте посмотрим что здесь есть еще здесь это пакет из-под шины как я понял и вот он ключ давайте достанем ключ сколько у меня и было как говорится таких инструментов ключи обычно гнутся нет этот ключ такой еще нормальный то как-то купил себе то ли триммер то ли еще чего то такой ключ правда чуть чуть подлиннее было и вот гнется прям вообще но это еще хороший ключик так и в принципе у нас все в коробке что у нас чек имеется пять тысяч шестьсот двадцать четыре рубля пять тысяч шестьсот двадцать четыре рубля чек мы сохраняем обязательно советую вот так вот сложить вот так вот от солнца чтобы он не выцвел или вообще отпадание какого-либо дневного света вот и оставить его прям в коробке так как коробку я никогда не выбрасываю вот все коробки можно оставить пакетики вот даже можно чехольчик сюда положить и все убираем коробку вот она чудо из поднебесной это китайское чудо это просто наверно шедевр за такую цену почему именно выбрал я ее скажу так что мне здесь понравилось мне здесь понравилось знаете что вообще само устройство ход ручки газа рукоятки курка газа вот вот этот тумблер скажем так он конечно он дешевый но он нормальный так поехали дальше что мне еще здесь понравилось мне здесь ребята понравилось знаете что самое основное в это пили мне понравилось смотрите то что корпус во первых сам картер двигателя весь металлический это раз из четырех штук я выбрал именно эту так как у него более ровное литье вот здесь более ровное литье здесь нет никаких кратеров таких каких-то микротрещин ну микро и конечно не увижу но что увидел взглядом короче из четырех штук выбрал вот это вот и здесь вот смазано видно что вот пусковой пусковое устройство этот стартерок или как он там она здесь смазано что я так подумал что при сборке ее смазали вот дальше что дальше как я сказал уже ранее курок хороший выключатель удобный этого мне вот такой палочкой там торчит ну знаете просто обычный тумблер вот это полная вообще фигня вот это намного лучше и дальше что мне здесь понравилось это сейчас я вам рассказываю просто внешний вид открываем вот крышечка крышка доступа у нас эта крышка доступа вот к воздушному фильтру открываем воздушный фильтр вернее вытаскиваем его и видим уплотнительное резиновое кольцо садится плотно с челчком вот села плотненько садится хороший воздушный фильтр вот это уже плюс дальше что доступ к свече зажигания кстати сейчас мы будем мерить компрессию вот смотрите резиновая шторочка вот и мне понравилось то что устройство вот этого подсоса вот смотрите когда его полностью вытаскано не болтается как скажем так девочка легкого поведения она не болтается она нормально она не болтается как вот она хорошо фиксируется все она без лишнего хода без люфтов и дальше что это вот четкая четкий четкий отклик курка ход хороший ход без заеданий прям до самого конца это вот еще что не понравилось и давайте ребята сейчас давайте снимем крышку боковую и замерим компрессию не из прибор мы замерим компрессию друзья сравним ее через грубо говоря через несколько часов работы или там грубо говоря через месяц вот через два так что подписывайтесь на канал и проследите как будет работать эта пила за 5000 сколько там 560 рублей такой приборчик у меня так давайте сперва снимем боковую крышку посмотрим обзор боковой крышке что там звездочки сцепления центромбежного так как у нас происходит съем съем нас происходит прям со стопором наверное да кстати прикольно прикольное решение кстати вот то что если вдруг у вас поломается стопор вы можете его приобрести наверное просто с этой боковой крышки в сборе вот классная штука вообще и при и плюсы регулировка цепи натяжка тоже в этой крышке я считаю это это умное решение дальше что дальше ребята у нас здесь дальше мы видим здесь свой какой-то код вот наверное модель это пилы советую написать ее на коробочке маркером или на листочке пока здесь у вас не все не не стерлось это нужно для того чтобы заказывать запчасти если что вдруг вот и дата изготовления 06 2021 21 год вот он барабан центромбежного сцепления само сцепление скажем так пружина в принципе все просто я-то думал здесь она будет сниматься она здесь нет ну и в принципе тут оказывается в принципе ничего смазывать не надо там подшипник идет можно чуть туда брызнуть смазки на подшипник где вот звездочка можно будет чуть это брызнуть смазки откроем бензобак бензобак простой сейчас посмотрим если фильтр на на топливо топливный фильтр присутствует это видно давайте сейчас попытаюсь достать итак друзья не буду вытаскивать фильтр посмотрите топливный фильтр есть это уже огромный плюс в общем друзья не могу вычете этот фильтр показать вам но он есть и довольно таки хороший фильтр топливный это уже большой плюс вот промучился и здесь маленько шпалец маленько порезал это все фигня так дальше давайте откроем бак для смазки цепи сюда заливается масло вот здесь соответственно никакого фильтра наверно нету даже никакой сетки наверно нету вот давайте посмотрим что там что я вижу вы я не знаю что видите вот что я вижу я не вижу опа ребята тут даже есть фильтр тут есть фильтр друзья здесь есть фильтр сетчатый наподобие как баки но поверьте мне здесь есть хороший сетчатый фильтр здесь фильтра значит есть это уже хорошо что у нас масляный насос не забьется какой-нибудь грязью это очень хорошо везде резиночки на пробках меня это пока что меня это все радует вот так давайте идемте дальше сцепление мы посмотрели можно чуть-чуть было смазать можно не смазывать в принципе чтобы не забивалась опилками можно и не смазывать вот но здесь все равно будет все везде в масле все везде как говорится в опилках это рабочие естественно рабочее состояние у бензопилы да здесь тоже будут везде опилки друзья так что лишняя как говорится смазка тут и так все будет в смазке можно уже ничего не смазывать но можно чуть-чуть брызнуть на подшипник вот этот вот давайте так и сделаем чуть-чуть брызну на подшипник смазки вот уже чувствуется так мы в принципе все и давайте перейдем к самому интересному это замеру компрессии сколько сейчас покажет нам атмосфер давайте выкрутим ключиком ну как закручена капитально торч торч l8 rtc заводили рабочее состояние заводили наверное для проверки так что мы видим пока не просто видим поршни так давайте перейдем к самому интересному будем вкручивать у нас прям как сах какое совпадение прям шикарная вкручиваем компрессометр сейчас будем мерить компрессию друзья 0 на нуле давайте открываем газ все друзья зафиксировали курок газа теперь у нас открытое положение так обогатитель тоже открытое это от себя от себя открываем и давайте меряем сколько же нам покажет как быстро же это все наберется смотрите как растет прикольно что он здесь показывает 233 два с половиной где-то 3 это очень мало странно почему так это же вообще компрессии практически нету ну знаете на ощущение пойдет давай сейчас добавим чуть чуть немного маслица поршневую и попробуем еще замерить сейчас здесь немного налью масло вот вот у меня есть буквально каплю здесь малечко протрем все все аккуратненько ребят ничего не пролил давайте закручиваем еще раз компрессометр принципе пила новая ничего не притертая поршневая не притертая поэтому возможно из-за этого компрессия очень маленькая возможно давайте еще раз замеряем компрессию а посмотрите один раз дернул уже двойка смотрите вот спускаю смотрите короче тройка есть тройка пойдет наверное для новой бензопилы не знаю первый раз меряю в бензопиле компрессию за всю жизнь не могу дать конкретный ответ на по этому поводу друзья так давайте теперь проверим искру и каменс из крана свечки просто ради интереса так включаем искра есть ну искра нормальная обычная синяя искра ничего здесь удивительного нету так закручиваем свечку на место друзья ставим шторочку ставим воздушный фильтр и и одеваем крышку сильно не затягивайте а просто вот почувствовали усилие вот вот я почувствую уже усилие и на пол оборота вот и все больше ничего не надо даже много вот так вот все сильно не перетягивайте а температура у вас выдавит и пластик потеряет форму и будет что-то где-то уже пропускать опилки могут попасть в карбюратор далее здесь что здесь здесь и здесь я сейчас протяну посмотрю сильно закручена или не сильно закручена давайте проверим усилие затяжки сборки этой пилы для этого воспользуемся уже другим инструментом вот таким вот более профессиональным не давайте я вам сейчас скажу свое мнение как она собрана хотя здесь есть здесь есть торакс давайте спас спас поставим под торакс под торакс с трещоточкой но в принципе неплохо в принципе неплохо вот картер между собой стянуть хорошо так здесь уже торакс поменьше идет так это не тут вот он давайте проверим ну здесь вот слабенько закручена вот здесь вообще можно сказать еле протянуто так а здесь уже попробуем вот так вот нормально так сама рукоятка чуть-чуть протянули протянули дальше здесь тоже протянули 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 так теперь здесь картер в принципе закручен хорошо картер да картер закручен и вообще хорошо две половинки картера даже не могу закрутить две половинки картера закручены очень хорошо ребята что не может не радовать ну и в принципе все остальное мы не будем открывать в принципе такая знаете нормальная сборка по крайней мере по затяжке по затяжке по усилию я буквально докручиваю на 3 миллиметра где-то вот здесь вот вообще чуть-чуть вот но это я просто люблю сильно затягивать дальше что так вот это вот еще забыл протянуть так вот это вот еще забыл протянуть чуть посильнее так дальше что дальше ребята одеваем шину ставим ставим шину вернее сначала одеваем на шину цепь не забудьте смазать вот этот подшипник я уже смазал он вообще прям легко крутится еще под смажу маленько вот здесь как все как говорится не все так просто у меня на другой пиле было по-другому так вот все мы одели шину все шину одели далее что заодно здесь все протянем у нас ничего здесь не откручивалось здесь пластик сильно не сильно короче не крутим ребята лишь бы не сорвать в принципе все все и собираем все ребята смотрите вот этот вот штифт вот он торчит он должен попасть вот сюда вот видите вот два овальных окошка выреза вот сюда вот и а почему оно сделано здесь это сделано для того чтобы со временем например каждый ну грубо говоря каждый там 10-15 кубов дров переворачивать шины чтобы износ был равномерным шины с двух сторон вот это сделано только для этого вот так же удобная шторочка вот эта резиновая ставим аккуратненько вот чтобы в кромочку сходила что-то не могу попасть вот все и закручиваем друзья натягиваем цепь получается в левую сторону да нет правую когда мы натягиваем цепь конец шины нужно прислонить в землю а пилу взять за край тем самым уберем провис и теперь мы более скажем так правильно сделаем натяжку цепи вот это еще значит тянем еще значит тянем все сильнее не надо но это друзья не суть потому что когда вы чуть-чуть буквально попилите несколько бревен вы все равно будете еще неоднократно ее подтягивать когда все притирается это вы будете подтягивать неоднократно плюс цепь тоже такое качество я не знаю посмотрим подписывайтесь и увидим дальше что будет дальше далее что давайте протянем глушитель тоже торексом я могу сказать сборочка-то хорошая по крайней мере по крайней мере вот у этой которую я выбрал протянем немножко глушитель все хорош и в принципе на этом можно уже будет приступать к заправке и к запуску этой пилы все друзья идемте заправлять бензин и масло и так друзья сперва нужно заливать масло масло потому что когда мы зальем бензин и вот так вот например положим бензопилу у нас где-то что-то может просачиваться через отверстие для ну для атмосферы так что сперва заливаем масло масло новое еще чемпионовская вот вот так потом заправляем бензин топлива сорок одному пропорция я уже здесь разбавил ребята но у меня уже был здесь готовый бензин теперь аккуратненько льем не проливаем вот чувствую аппетит у нее будет хороший очень большой объем бензобака смотрите какой смотрите какой объем бензобака довольно таки нормальный и то это еще не до конца затягиваем так теперь подкачиваем вот бензин пошел давайте выгоним воздух из пузыречка из-за этого все теперь на себя это мы закрываем от себя это мы открываем давайте попробуем сперва попробуем ради интереса что будет если его не закрывать на открытом закрытие подсоса давайте кнопочка плохо что не фиксируется конечно здесь вот я не знаю почему так ну наверное так устроено давайте попробуем ух ух ты ух ты вот эта компрессия обычно я все это дело на весу завожу давайте вот здесь вот на травке ух ты ух ты вот это компрессия ух ты вот это компрессия все открываем все заводится в принципе холодный пуск вообще можно сказать идеальный ребят вообще идеальный ребят ух ты заготовочка шуф и и а л и и и и Вот так работает мотор. Очень тихо. Очень тихо работает мотор, когда затыкаю. Вот так вот прислоняю, тихо работает. Давайте еще один пуск. Пуск очень легкий, смотрите. Мам, иди, иди. Я снимаю видео, снимаю, иди. Не надо. Субтитры сделал DimaTorzok так ребята пилить конечно же я сейчас не буду вообще сейчас я просто буду ее обкатывать на я сожгу бак бензина и просто буду ее обкатывать на холостом ходу вот это очень важно для китайских бензопил запомните кто-то ждет больше кто-то ждет два бака бензина вот просто на холостом ходу заводит работает глушит и так несколько раз вот если сразу начать пилить это идет повышенная нагрузка вообще на двигатель и где есть вот эти вот не брать не ну скажем так не идеально обработанные поверхности на заводе они начинают как бы изнашиваться неправильно поэтому ребята пусть двигатель у вас тарахтит на одном месте пускай ничего страшного как говорится пожгете бензина но зато будет у вас долго работать бензопила в принципе пуск у нее вообще хороший вот сейчас я буду ее просто как говорится заводить глушить и так несколько раз ну наверное бак сожгу а потом у меня дровишки сами понимаете вот принципе маленькие дощечки и ничего такого большого нету это для начала вот и в принципе в этом году не планируется скажем так такие большие бревна пилить обкаточку пройдет она просто хорошо то есть без сильной нагрузки нагрузка будет процентов наверное может быть 50 вот я думаю где-то так вот все ребята вот так вот заводится пила кому понравилось видео ставьте пальцы вверх подписывайтесь и кто хочет узнать судьбу грубо говоря через месяц-два до через какое-то время вот не буду обещать точно через какое время я но я обязательно сниму видео или отвечу на ваш вопрос в комментарии так что пишите спрашивайте подписывайтесь и попозже еще замерим компрессию в следующем видео когда буду рассказывать а это бензопиле будет замер компрессии вот уже на обкатанный и буду вам все рассказывать самое важное это правильная обкатка инструмента любого абсолютно вот а в этом плане я вы знаете как меня как человек кто занимается техникой я обкатаю ее просто идеально вот и в принципе все вот так вот все ребят всем счастливо всем пока всем до свидания вот такая вот бензопила ставьте пальцы вверх всем здоровья и как говорится всем тепла зимой не мерзните пилить и рубить и дровишечки хорошие живой лес не трогайте пилить только сам сухостой или ну упавшие ветки упавшие бревна и как грец и стройте там дома бани стройте работайте все ребят всем счастливо всем пока всем удачи